Приветствую вас. Я думаю, что первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это на вероятное чувство вины перед ребенком. Это первое. То есть вот это прям самое главное, на что нужно обратить внимание. В смысле, если чувство вины есть, если вы начнете разговаривать с ребенком, имея это чувство вины, то ничего хорошего не получится. Потому что ребенок здесь чувство вины почувствует. Он его ощутит, он его не осознает, но он его ощутит и вам отреагирует соответственно. Дальше. Следующая важная деталь. Это причина вашего шока. То есть вы сейчас узнали, что не знаете своего ребенка, что ребенок, даже если ему это уношили, то ребенок имеет те стороны своей личности, о которых вы до сих пор не подозревали, что собственно и вызвало шок. С другой стороны, шоковое состояние свидетельствует о том, что вы столкнулись с проблемой, решать которую, мягко говоря, не хотите. И шок здесь, это механизм защиты от решения проблем. Когда я в шоке, не знаю что делать, я растерянно, я потерянно и так далее. Так что здесь, я бы сказал, есть у вас какой-то страх ответственности. Может быть, кстати, связанный с чувством вины. Но тут не точно. Ну, по понятным причинам, да, тут не точно. Следующее. Активное слушание и сообщения, которые вы можете почитать в интернете, помогут вам здесь выстроить общение с ребенком. Важно уметь правильно говорить как о своих чувствах, так и о чувствах ребенка. Поэтому так важно освоить я сообщение и активное слушание. Чтобы в разговоре не использовать обвинения и не давить на человека. Дальше. А вы столкнулись с тем, что на ваш развод, точнее на факт развода вашего, с отцом реберка. Есть иная точка зрения, не связанная с вашей. Независимо от того, что вам хорошо это или плохо. Точка зрения такая есть. Вам эту точку зрения необходимо признать, принять и выработать к ней свое отношение. Например, родители мужа, сейчас мы все, а бабушка может не любить меня из-за того, что я родилась с ее сыном. И это нормально, что она меня не любит. Не только не любит, но и относится в целом негативно. Мало кто из микрови и жен остаются друзьями после расхода. Поэтому здесь важно принять эту позицию. И, как правильно сказала моя коллега Марина Голикова, спокойно донести твою позицию до ребенка. Разрушить жизнь вы ему не можете. Противоречить в словах, в поступках. Ребенок примет ту позицию, которая более линейна, скажем так. Ребенок примет ту позицию, которая более ему понятна, более простна, скажем так. И в этом направлении в том, чтобы, может быть, помочь ребенку выработать у себя свою собственную позицию. Пусть я справлюсь на вашу, ваша основная сейчас задача в любом, в любом случае. Ну и собственные трудности, которые могут у вас иметь место быть, тоже необходимо разобрать. Потому что эти трудности, слабости воспримутся ребенком негативно. А именно так, что-то используются, проводят. Те трудности, которые вы не хотите, то необходимо действовать в том ключе, в каком говорим мы. Первоначально, Альберок, будет знать, что по приезду вы будете ожидать родковым. Он будет от вас ожидаться, поэтому вы его как бы ожидания не оправдываете. Не нужно. Не нужно. Напротив, видите, вести себя здесь, на мой взгляд, стоит так, как будто не случилось ничего, вообще ничего, но немного позже, когда ребенок ослабится. Можно и нужно поговорить о своих чувствах после, о его. Если ребенок раньше свои чувства выразит или вы увидите какие-то действия со стороны ребенка, которые позволят вам поговорить о его чувствах, прекрасно. Сделайте это, но вот в таком ключе. Это важно. Вот, в принципе, что можно вам сказать. Какой, в принципе, ответ вам можно здесь. Да. В общем, конечно, после разгода очень часто, будем честны, отдаются недопониманиями за родителями и дети, к сожалению, из-за этого страдают. Есть в психологии такое понятие, как расщепление. Вот расщепление то, что испытывает ваш ребенок сейчас, к моему большому, к сожалению. Вот. Ну, вы можете вывести его из этого состояния, если не будете, как бы, играть им, то бишь ребенком, в футбол. Ну, я бы сказал. Мужем и родителям. Мужем и родителям. Мужем. И это все-таки это будет такая более, ну, более... Личность зрело. Я бы сказал. Повиска, это с точки зрения. На остров. Вот. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. На этом я буду заканчивать. Я желаю вам удачи по выходу из данной ситуации до приезда ребенка. Обязательно постарайтесь взять консультацию психолога. Вот. Обязательно почитайте про ясообщение, про активное слушание. Вот. А затем можно в книгах Юлии Борисовны Гиббинрейтер. Обсерд. Ребенком. Как. Там вы увидите решения и примеры даже того, как нужно. Ребята, все, чтобы в итоге получилось то, что вам хочется. Да ладно понимать, что хочется для себя, что хочется для ребенка. Непонимание этого, отсутствие дифференцирования этих моментов, доведя только лишь к хаосу. И хаосу в первую очередь у ребенка. Не у вас. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Значит...